А вообще расскажите, вообще с такими деньгами туда вообще строить, вообще рваться нет? Да, это нормальные деньги. Это нормальные деньги для того, чтобы купить бизнес. 150 тысяч нормально? Можно, да, можно найти что-то. Ну там не будет какая-нибудь там забегаловка, там типа там, ну там, ну в виде там, как франшизы какой-нибудь там и все такое. Ну зависит от штата, зависит от какого бизнес, какой вы бизнес хотите. Мы вообще, знаете, мы хотели жаркие штаты, вот эти вот теплые, которые вот, ну, Флориды. Ну надо понимать, какой вы хотите бизнес, понимаете. Есть такая хорошая сказка про мужика, который пытался из куска кожи сделать 20 шапок, да. А из этого куска кожи можно только одну шапку сшить. Поэтому если вы мыслите так, как этот мужик, то ничего вы не найдете. Если вы мыслите правильно, что действительно на ваши деньги можно купить то, что действительно можно купить, то что-то найдете, я думаю. Нужно параметры смотреть ваши, что вы хотите, какой тип бизнеса, как вы планируете платить за него, рассрочка, не рассрочка, какой конкретно штат, жаркий штат, их много жарких штатов. Это город Орландо, в городе Орландо. Ну там, да, город Орландо, там получается в ту сторону. Смотреть конкуренцию, смотреть, что этот бизнес приносит, смотреть его экономику. Покупка бизнеса это серьезное мероприятие. Поэтому вам надо приезжать, прилетать и на месте уже смотреть. Да, или бизнес, или дополнительные квартиры, чтобы сдать в аренду, чтобы на что-то существовать как-то. На 150 тысяч вы много квартир не купите. Ну может парочку в каких-нибудь там окраинах. Ну приезжайте, прилетайте, пожалуйста, прилетайте. Нужна помощь с визой, поможем, нет проблем. Как только решите окончательно. Потому что мне звонит большое... Все есть, адвокаты, аудиторы, мы работаем 6 лет. Мне звонит в день огромное количество людей, но в основном это мечтатели, люди, которые несерьезные. Поэтому серьезность намерений проявляется. Это приход в офис, заключение договора и начало работы. Вот так мы работаем. Не, ну ты ясно. Вот смотрите, меня сейчас, я-то здесь сворачиваюсь уже все, да? У меня уже все на старте, как бы. Просто мне как лучше приехать? Мне сразу лучше приехать туда или разведкой боя взять супругу и просто с супругой приехать? Я сторонник разведки всегда. Сначала приехать, посмотреть, оценить, проехаться. Лучше в ответ, как приехать? Конечно, посмотреть, а потом уже переезжать. Вы в каком штате находитесь? В Нью-Йорке, в Манхэттене. У нас офис, да. У нас есть офис в Майами. В Орландо нет офиса. Не можем найти там представителей. А вообще вы где советуете? Где лучше вообще, чтобы завтра двигаться, по работе? Я сторонник крупных городов. Нью-Йорк прежде всего. Тут больше всего денег и проще всего начать работать. Утрам и запросы, я на самом деле. Мегаполис же все-таки. Ну Нью-Йорк же и не только Манхэттен. Есть окраины, есть... Ну, это мое личное мнение, понимаете. Где вам будет удобно? Есть люди, которые и в глубинках американской открывают бизнесы и работают русские. Таких примеров полно. Поэтому... Юрий, я вот скажу, у меня направление, ну, в течение 10 лет, как бы, я занимаюсь здесь строительством кортеджей. Ну, как бы, самому... Ну, вы можете ремонтами здесь заниматься. Это очень востребованная тема. Там можно что-то подобное, связанное со строительством, что-то замутить? Можно. Можно. Много русских работают в этой сфере. Окей, я вам больше времени не смогу уделить. У меня очень много звонков. Как будет уже конкретика от вас? Я ваш телефон сохраню. Да. Как будет? Мы заберемся, мы обязательно обязательно с вами сберем. Да, давайте. Договорились. Договорились. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.